Девушки отдыхают В оккупированном Донбассе Дома к Рождеству Трудности передачи пленных Мы столкнулись с пронзительной историей Человеческой черствости И человеческой самоотверженности Брошенная в серой зоне Драма глазами Руслана Свечука Я уже отжитый человек Согласно И переговоры, которых не было Тому разглядать визит Александра Лукашенко В якости миротворцу, ну это можно Почему и кто тянет время Прямо сейчас в подробностях недели Вечер добрый, это подробности недели Я Дмитрий Анопченко Итак, главные темы программы То, о чем мы с вами говорили всю эту неделю Что происходит с бюджетом И урежут ли в нем социальные выплаты Как планировало правительство Освободят ли пленных до Рождества, как обещал президент Попробуем разобраться, ударит ли падение рубля по гривне Ну а начнем Начнем с того, что происходит здесь и сейчас Неожиданно визит В воскресенье, день, когда официальные встречи Обычно стараются не проводить Максимум разговоры без галстуков В Киев слетаются гости Ну уже сегодня прилетел президент Беларуси Завтра ждут главу Казахстана Прибывают они, как говорят, по личному приглашению Петра Порошенко Могут ли Лукашенко и Назарбаев стать посредниками В переговорах с Кремлем Об урегулировании ситуации на Донбассе Вот разберемся в этом прямо сейчас Наш корреспондент Валентина Левицкая У администрации президента Весь день она следила за происходящим Валя, что известно И сможет ли Лукашенко стать посредником Звучали ли такие обещания Либо просьбы Добрый вечер, Дмитрий Ты правильно отметил, что Президент Беларуси Лукашенко Прибыл в Киев вот так вот срочно и внезапно Именно по личному приглашению Петра Порошенко Сами переговоры были достаточно засекречены Они проходили за закрытыми дверями И длились 4 часа И вот из тех вот скупых комментариев Которые сейчас раздает пресс-служба Администрации президента Стало понятно, что два президента Все-таки заручились поддержкой друг друга В самых острых политических и экономических вопросах Главная тема переговоров была, конечно же Возможности мирного урегулирования ситуации на Донбассе Вот в частности известно, что предложил Петр Порошенко Своему белорусскому коллеге Он предложил стать посредником В улучшении отношений Беларуси с Евросоюзом И видимо что-то подобное Подобное обещание получил от президента Беларуси Я предлагаю послушать фрагмент их беседы Спасибо, что отключились на мое приглашение Я очень доволен У нас широкая повестка дня Вместе с тем я хочу отдельно поблагодарить вас За совершенно четкую позицию Беларуси По поводу суверенитета, территориальной целостности И независимости нашей страны Для нас ваша жесткая позиция Которую вы высказывали постоянно Включая позицию по поводу непризнания Фальшивых выборов 2 ноября Территорию Донецкой и Луганскому Это чрезвычайно оцениваем Если нужно будет Я вам еще тогда сказал Петр Алексеевич Надо будет от Беларуси что-то Скажи Мы тебе за сутки все сделаем Что ты попросишь Все, что президент Украины не просил Публично говорю Мы всегда все делали И так будет впредь Для нас это не игра Не только потому что товарооборот А потому что мы соседи Мы рядом живем Мы родные люди И мне говорят Вот Лукашенко там что-то боится Я не боюсь Я не хочу вообще Не то чтобы в Беларуси это было Чтобы в Украине это было И вот в связи с особой засекреченностью переговоров Были перекрыты все улицы На которых можно было подъехать И в Банкове там где находится администрация президента И на одной из улиц президента Лукашенко Ожидали белорусские оппозиционеры Они приехали из разных стран Из Польши Кто из Беларуси Кто даже из России Кто местный Они держали в руках самодельные плакаты И белорусские флаги И они хотели выразить свой протест Против приезда белорусского президента в Киев Предлагаю послушать что они говорят Протест наш супер того что на жаль Украина глядит на Беларусь Московским большим Потому что во всем цивилизованном свете Разглядают Лукашенко и диктаторы К тому же я глубоко переконанен что это визит Это доручение Владимира Путина Мир установить смогут Так же как устанавливали мир в Приднестровье Уже на 23 года Дякуюсь русскому генералу Лебедь Так как устанавливали мир в Абхазии В Павлево-Оссетии Как Карабахи Но коли в Украине потребен такий мир Так Россия зробит такий мир Валь, а по поводу слутана Назарбаева Что известно Еще один президент прибывает уже завтра Может ли он, как и Лукашенко Стать посредником Потому что насколько мне известно Если я не путаю из Киева Он полетит в Москву Совершенно верно, Дима Нурсултан Назарбаев Президент Казахстана Прилетает завтра точно так же По личному приглашению Петра Порошенко И вот накануне своего приезда Нурсултан Назарбаев В интервью казахским средствам массовой информации Уже послал абсолютно четкий сигнал И Украине, и Москве Что он нейтральная сторона И он одинаково хорошо относится И к России, и к Украине И его главная цель Это чтобы поскорее в Украине восстановился мир Я думаю, что вот это и есть главный ответ на вопрос Поскольку 23 декабря Мы уже знаем о том, что в Москве Состоится встреча и президента Беларуси И президента Казахстана С президентом Путиным В рамках заседания Организации безопасности сотрудничества И вот можно сказать, что завтрашняя встреча Обязательно должна послужить Каким-то шагам По установлению мира И из этого, скажем так, сообщения Нурсултана Назарбаева Понятно, что он готов стать посредником Между Киевом и Москвой Это все, да? Спасибо большое Наш корреспондент Валентина Левицкая Весь сегодняшний день дежурила под администрацией президента Ну вот даже, видно, замерзла немного Валь, спасибо за работу Но мы прямо сейчас узнаем Что все-таки означают эти два полузасекреченных визита И почему сорвалась Минская встреча Она должна была состояться сегодня На нее возлагались столько надежд Она не произошла Но вместо нее неужели будет новый формат Спросим прямо сейчас У известных политологов Вадима Карасева и Олега Волошина Они с нами в прямом эфире Если можно, дайте связь Так, замечательно Я вижу обоих Добрый вечер Скажите, пожалуйста, главный вопрос Можно ли ожидать Правда ли это то, что нашему корреспонденту Неофициально говорили Что Лукашенко и Назарбаев Станут новыми посредниками в этих переговорах Вадим Ну, если нужно сейчас Действительно такой прогресс в переговорах То на роль таких посредников Не могли бы подойти Путин нуждается в выходе из конфликта Это было видно Экономическая цена Высокая для всех участников этого конфликта Для России мы видим По падению курса валюты И нужно это все сделать быстро До Нового года Потому что затем Новый год Каникулы, Рождество и так далее И все ситуация будет подвешена Поэтому, очевидно, отсюда связана экстренность этих визитов Олег, вы тоже считаете, что Я понял, спасибо Олег, вы тоже считаете, что Два президента Назарбаев и Лукашенко Могут стать посредниками И если да, насколько они будут эффективны? Сегодня просто Петр Порошенко Очевидно пытается перевести Всю эту ситуацию из неудобного для него Военно-политического формата В гораздо более понятный Торгово-экономический формат И формат таких Ну, практически личных договоренностей Мы вот слышали В насколько неформальной форме Обращался Лукашенко к Порошенко Это свидетельство Ну, такого относительного доверия Личного доверия, которое выстраивается между лидерами двух государств И нужно понимать, что сегодня в условиях Расширяющегося экономического кризиса в России Все больше в самой Москве начинает задуматься о том Как выходить из сложившейся ситуации И Лукашенко, и Назарбаев Которые умудрились в течение всего кризиса Как бы остаться на нейтральных позициях То есть, с одной стороны, формально Будучи союзниками Москвы Но по факту Действительно не предприняв никаких антиукраинских шагов Они достаточно удобные посредники Потому что очевидно, что Запад Сегодня находится в конфронтации с Россией И посредничество Запада для Путина Уже не очень приемлемо с точки зрения внутреннего потребителя А вот посредничество вроде как друзей Тем более, там, условно, братья славян-белорусов Его можно продать и российской аудитории Как действительно некий такой мост Который свяжет Киев-Москву через Минск Ну вот видите, у нас оба политолога уверены В том, что два президента могут стать посредниками Есть очень важный вопрос Если можно, пожалуйста, коротко Скажите, ну вот Минский формат Что его, хоронить уже Мы все ждали Минскую встречу Но этой неделе было много разговоров О том, что она состоится Я знаю, что много прессы Вот даже до сих пор в Минске Они все-таки до последнего надеялись Что будут эти переговоры Переговоры контактной группы Олег, как вы считаете? То есть, Минская встреча Минский формат Он уже потерял свою актуальность Все, теперь у нас будут два новых переговорщика Новый формат? Нет, 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 нет Минск это другое Минский формат изначально был неформальным Это переговоры конкретного прекращения огня Об обмене пленными Вот там, возможно, обмене территории То есть, останется и то, и это То, что решает непосредственно ситуацию в поле А Лукашенко и Назарбаев Это большой политический переговор Это переговоры вообще Как выходить из кризиса в целом Поэтому будет и то, и другое Не исключено, что еще и нормандский формат Останется Потому что никуда мы от Запада Все-таки не денемся Слишком глубоко Запад вовлечен в этот кризис Хорошо, спасибо большое Спасибо за ваше пояснение Ну, в общем-то, об этом мы будем еще говорить сегодня Всю программу И вот еще одна Одна из тем, о которой всю неделю говорили Вызывала на споры и ссоры Гуманитарный конвой Пускать или не пускать Как и кого На оккупированной территории Так вот, по сообщению Интернет-издания Украинская правда Власти Днепропетровской области Вообще запретили перемещение продуктов и вещей Для оккупированных территорий Ну, в то же время Из России идут колонны грузовиков Идут они в Донецк и Луганск И вот прямо сейчас у нас есть возможность Увидеть их разгрузку Увидеть разгрузку Гуманитарного конвоя из России Мы получили эти кадры из Донецка Сегодня утром На территорию оккупированного Донбасса Прибыли 180 грузовиков В прессе предъявили несколько машин Коробки с символикой партии ЛДПР Да-да-да, партии Жириновского Ну, понятно, что украинский таможенный Или пограничный контроль Эта колонна, конечно же, не проходила В украинском виде уже заявили Пора отказываться от формулировки Гуманитарный конвой Для обозначения российских колонн Которые заходят на оккупированные территории Оккупированные территории нашей страны И сегодня один из представителей Так называемой ДНР Признал, что в России Донбасс, мягко говоря, не ждут Мол, в ближайшее время присоединение к России Не произойдет Это цитата Но, с другой стороны, освободить от террористов Часть Донецкой и Луганской областей Быстро не получится А это значит, что миллионы людей На долгие месяцы, если не на годы Зависнут Зависнут между двумя странами И под властью террористов Что же это за жизнь? В каких условиях приходится выживать Нашим согражданам? Наш эксклюзивный материал из Донецка Люди сами рассказывают Как им приходится выживать И что они думают? Все это без купюр Мало хорошего Что тут хорошего, когда Вот такое творится Дурдом И назад у нас никакого возврата уже нет И не может быть После всех этих бед, которые мы испытали Вот я живу в центре города Казалось бы, здесь не бомбят ничего Но у меня 20 октября волной как дало Когда вот это или У, или что там было Я не знаю У меня от балкона ничего не осталось Мы ездим в Украину за пенсией К сожалению И это очень тяжело Нам уже в нашем возрасте Но ничего другого Иначе мы ноги протянем здесь Цены, конечно, поднялись цены Как и везде, собственно Но и в Украине так же Цены одинаковые Вот смотрим, сравниваем Может быть у нас это вот ничего и не было Если бы новое наше правительство Которое потом В результате переворота было Первым вопросом не поставила Вопрос языка Мне что Россия моя родина Что Украина моя родина В это нельзя было поверить Раньше, что такое могло бы быть у нас В процветающем городе, который был Красивейший город Люди жили, работали Шахты, шахтеры Работяги Ну и что думают о ситуации Вокруг переговоров И о происходящем Не политики А что думают на фронте Верят ли они, что мир возможен Узнаем прямо сейчас У нас есть возможность На прямую связь вызвать ребят Которые сейчас На линии огня С нами Дмитрий Падлко Командир штурмового взвода Батальона Айдар Он из Северодонецка И должна быть связь с Мариуполем Да Алексей Середюк Комбат батальона Святая Мария Ребята, мы в эфире Ребят, вы в эфире уже, да Нет, ну хорошо, когда настроение хорошее на фронте Дмитрий, что вы думаете Здравствуйте Что вы думаете о переговорах И верите ли вы в то, что Все-таки удастся политикам договориться О прекращении огня Надеетесь ли вы на это? Мы уважаем, что парамылия не можем И эти все переговоры Это просто Оттягивание И накаление ситуации Здесь на фронте Только это Потому что, как такового Прекращение огня Его не было С той стороны Мы Все условия перемирия Соблюдали Ви хотели сказать Будь ласка Мы вас чуем Перемирие Перемирие Неможливо Перемирие Неможливо Через то, что с террористами Неможливо Домовитися В тот час, когда мы Оглашаем Перемирие Террористы Проводят ротацию Накопичивают силы И готовятся До наступа Наша розвитка Это показывает Мы это видим Мы знали Перед тем, как Оглашали Перемирие Что террористов Там минимальная кількість Зараз они Накопичивают силы И когда они Накопят достатньо сил Перемирие С ихнего боку Будет закинчено Зараз уже Идут обстрели Идут артобстрели С стрелецкой зброи Я вважаю Что это неможливо И это думка Не только моя А всех солдат И в моем батальоне И в всей армии Скажите То есть Вот все те усилия Которые предпринимают Сейчас политики Там Ищут переговорщиков Находят новых переговорщиков Привлекают Назарбаева Лукашенко Вы считаете Что это все бесполезно Что нужно Коренным образом Что-то менять Дмитрий Однозначно да Потому что С бандитами Договориться невозможно Только силовым путем Политическим путем С ним договориться Невозможно Это уже проверено Уже многократно Были переговоры Которые Ни к чему не привели Абсолютно Только наши Очередные Наши жертвы Наших ребят И Накопление сил Средств Резервов С той стороны Побежать Нашим солдатам Это мирное небо Над головой Те, что Вси желали нам На час Свят Нам потребен Наступ Нам не потребны Мирные переговоры И не потребно Зупиняться Больше жертв Мы несем Тоди, когда Мы стоим На месте И это Все знают Нам потребен Наступ Ребят Спасибо большое Что присоединились К нам И спасибо большое За вашу службу Спасибо огромное Продолжим По поводу Обмена пленными Было на этой неделе Заявление президента О том, что все пленные Проходите пожалуйста В студию О том, что все пленные Должны быть освобождены Освобождены К Рождеству Ну и вот есть эта формула С 223 На 152 Это вариант Обмена пленными 223 возможно Отдаст официальный Киев 152 Обещает Самопровозглашенная ДНР Чтобы разобраться Насколько вот можно Верить этим обещаниям Мы пригласили В студию гостя Который только что подъехал Владимир Рубан Руководитель Центра обмена пленными Вечер добрый Спасибо большое Что приехали Скажите А вы верите В то, что До Рождества Уж не знаю Там, как он говорил Президент Скорее всего Христианском О 7 числе О 7 января Удастся поменять Всех на всех Удастся освободить ребят Было подчеркнуто До 25 декабря До 25 декабря Понятно Это было заявление Начальника Следственного управления СБУ Василия Васильевича Волка Давайте с этими Двумя цифрами Разберемся Насколько реально Первое Насколько реально 25 декабря Как говорил Батька Лукашенко Чуть раньше Вы только скажите Нам надо сутки Для того, чтобы мы Все отработали Это реально провести За сутки На сегодняшний день Есть организации Которые могут Это провести Обменять И до 25 числа Или 25 числа 200 или 400 человек Отпустить на свободу Это реально Я понял Почему это привязано К каким-то датам Почему этого не происходит Без громких заявлений Без каких-то дедлайнов Я думаю Что Это еще наш Постсоветский синдром Привязка к датам И здесь Интрига С минскими Переговорами Соглашениями Или заставить Или выиграть Или по-другому По-политически Отпозиционироваться Пленные Здесь абсолютно Ни при чем Но эту Больную тему Очень удобно Использовать Во время переговоров Вы помните Все минские соглашения И даже переговоры Президентов В Милане Там где было Вообще Пять президентов Чужих стран Тоже говорили О проблеме пленных Они эксплуатируют Эту проблему На самом деле От 5 сентября Или 19 сентября Пятый пункт Соглашения Минских Позволяет нам В любой момент Всех на всех Поменять Скажите Вот вы говорите Всех на всех Правильная фраза Но Всех на всех Предполагает ли она Что Надю Савченко Освободят Предполагает ли она Что Олега Сенцова Освободят Или Политические пленные Не отдельно От военнопленных Мы не можем Эксплуатировать Политическую Составляющую На которую Пошла Российская Федерация Ведь Надо довольно Много Наглости И мужества Для того Чтобы взять Летчицу Савченко Перенести Через границу И потом Официально Еще и судить Говоря о том Что это она Захотела Политического Убежища В России После таких Заявлений Надо идти до конца И понимая Что Здесь уже Большие Политические Интриги Мы говорим Сперва О тех Людях Которые Содержатся В нечеловеческих Условиях Фактически В условиях Концлагеря Донецкого Мы заберем Их Вы знаете Я как раз Об этом Очень хотел С вами поговорить В каких условиях Находятся наши ребята Давайте сделаем Это после сюжета Своих сыновей Мужей Пропавших в плен Или пропавших Без вести На Донбассе Дома ждут родные Мы встретились С несколькими семьями Где каждый день Молятся о том Чтобы близкие Как можно скорее Вернулись Вот их истории И тут важно Чтобы не навредить Тем кого разыскивают Мы специально решили Не называть Ни фамилий Ни номеров батальонов 22-го Ото парад той був День незалежности Ото їх тоді бомбили 24-го А він ще подзвонив 28-го рано Мені дзвонив Ото нічого Тільки казав Що сидять В засаді А ввечері Подзвонив То казав Мамо молиться За мене За нас всіх Молиться Просіть Бога Щоб Ми ще протримаємся Пару днів Потім почали нам дзвонити Кажу І вночі І днем За викуп Я кажу Дайте почути мені Сина Голос сина Вони Ні невозможні Бо я посрідник якийсь Ви 4 тисячі Перекинули раз Перший раз просили 2 тисячі Потім Знову просили 2 тисячі Потім 4 тисячі А потім 18 аж Ще дзвонять Дають мені З СБУ Нумера терористів І ви дзвоніть до них Ну як я можу дзвонити Як дитина просить Мамо не дзвоніть Ні до кого Не питайтеся Бо може ще хуже є Кажуть хлопці Що ви ще хуже можете зробити їм Ми вже не знаємо кому вірити І що Нам прийшла відповідь Що серед загиблих Не числіться Серед полоненних Не числіться Тільки що серед Безвісті пропавших То як влада Не може знайти Ось то вже не винусило Тільки 4 місяці Безнадії ніякої Ну вот одна только история Наши корреспонденты Со многими мамами встречались Давайте разберемся по порядку Во-первых Вы верите тем цифрам Которые сейчас назывались 200 с чем-то человек 150 с чем-то человек Или официальная статистика Как обычно врет 223 человека Это заявлено со стороны СБУ Тех, которых они могут отдать И здесь зависит Готова ли принять Донецкая сторона На самом деле пленных больше? Конечно Или в принципе эти цифры соответствуют Действительно? Задержанных с украинской стороны Которые находятся здесь В условиях временной изоляции До 400 человек С той стороны у нас Неподтвержденных всех вместе пленных По которым есть хоть какая-то надежда 635 с небольшим плюс-минус цифрой колеблется Смотрите, а вот те 400 Ну около 400 Которые здесь в Украине Задержаны люди Которые, насколько я понимаю Или были на стороне боевиков Или способствовали боевикам Вот я смотрю На этой неделе Постоянно идет информация О людях Которые задержаны Службой безопасности Подозрению в совершении терактов Женщина неизвестная Которая якобы пыталась Или планировала глобус взорвать Сегодня, буквально Несколько часов назад Была информация из Одессы И тоже Фотографии человека с спины Фотографии сумок В которых был тротил Неужели и этих людей поменяют Неужели Ну отпустят и их И они Для того, чтобы они потом вернулись И продолжали делать то, что они делают Или это невинные люди И кто-то играется Просто в политические игры Откровенно скажу По-всякому Бывают Бывают Из ряда вон Выходящие случаи Когда просто Тернопольского парня За то, что он Звонил на Горячую линию Донецкой народной республики Была такая Возможно Он хотел их обматерить Возможно Он хотел рассказать им Передислокацию войск Но только за звонок Его задержали И предложили в обмен Он по-русски Разговаривать не умеет И города Донецка Никогда не видел Его предложили Отвезти в Донецк Для того, чтобы обменять Нашего парня Но бывает ситуация Когда довольно сложная Сложную агентурную сеть ловить И тоже ее стараются У спецслужб Своё отношение К контрразведке Если они долго Разрабатывают Этих агентов Потом ловят И потом видят Что их работа Якобы впустую Потому что их меняют На наших обычных солдат На самом деле Это святое дело Словить диверсантов И выменять его На наших солдат Так же Как Меняли Самых первых Троих Агентов Службы безопасности Украины На Губарева Будьте добры У меня последний вопрос Скажите Мы начали об этом говорить Очень важно понять В каких условиях Находятся наши ребята Которые там До сих пор в плену Которых до сих пор Не поменяли Дай бог поменяют Дай бог это случится В разных условиях И не всегда Эти условия Удовлетворительные Они Для них враги Они пришли на их землю И у них Это в идеологии У донецкой стороны Это уже забито Запечатано Знаете Есть просто сообщение Чуть ли даже не о голоде На территории Так называемой ДНР На еду хватает там? На еду хватает Я связывался И по поводу Гуманитарного комбоя Когда рекомендовал Его провести Узнавал Будет ли он Доставаться ополченцам Узнавал Общее положение Не жируют Хватает Но гуманитарная помощь Необходима Ну хоть не голодные То же самое И с нашими военнопленными Спасибо большое Что были в студии И спасибо за то Что помогаете ребятам Я знаю Есть многие вещи О которых мы не можем Говорить в эфире Вот за них тоже Отдельное спасибо Спасибо До свидания Тему обмена пленами Мы продолжим Буквально через несколько минут Давайте послушаем Еще одну историю Живый то я и так знаю Что живый Бо я с ним звезок Але Не часто Как деть Попадает Когда даст Яка людина позвонит И позвонит Кажет что добр Что не убежает Что дают Детина просит маму Маму молимся Три рочки Девчинці Пять роков Хлопчику Хвора жінка Хвора бабуся Після инсульта Что не знаю Что с ней Будет Чекающий В последний раз Я балакала 23 серпня Він 24 З'явився Телефон Його мережі І я вже до нього Подзвонила То він вже був Пуза межами І потім Ми вже знали В середу 27 Що то Яловайський Той котел Був Ми вже знали Що Нашого сена Було ранено Зеркальному Там Ставки Десь біля ставків Ото їх русские Взяли в полон Но мого сена Не взяли в полон Бо він так як тяжко ранений Бо у нього Пострельний нелегкий Мого сена Підбрали Люди якийсь І повезли В лікарню І ото Більше ми нічого не знаємо Дзвонити Куди які є волонтери Де ЄСБУ Заяву писала Вже вісім неділ Пройшло Як я здавала ДНК В Луцьку Ну результату Слава Богу Нема Моя дитина Я думаю живе Більше я нічого не знаю Про нього Де він Як і що Просто є надія Що його Чи допомогли Мірний житель Його Виход який З того світу Бустав Чи де завезли В лікарню А потім він Бідненький Пупав в плен Просто Хоть бодай Казівецка Що він живе Тему обмена пленами Мы продолжим С Юрием Тандитом Он официальный переговорщик Центра содействия Освобождению пленных И заложников Службы безопасности Украины Добрый вечер Спасибо большое Добрый вечер Скажите у меня главный вопрос Те мамы Которые давали интервью Нашим корреспондентам Они же не только хотели Выговориться Они только хотели Сказать как им больно Они вот сейчас нас смотрят Они пытаются понять А освободят их сыновей К 25-му Ко 2-му Случится это до конца года Насколько велика вероятность Вы знаете Я хочу поблагодарить Мам Жен Тоже сыновей Те кто Действительно Имеет эту боль Те кто с нами общаются Поблагодарить за эту выдержку Которую они имеют За то что они молятся за нас За этих ребят Я надеюсь И верю в то что Мы освободим Большое количество ребят До нового года Как и сказал президент Во всяком случае Украина готова к этому Мы сделали все Чтобы забрать наших ребят То есть шансы высоки Надеюсь Главное чтобы на этом Не спекулировали На этой теме Потому что сейчас мы видим Что процесс Скажем так Затормозился Мы знаем что в пятницу Прошло Видеосовещание Мы еще с 9 декабря Готовы были Провести минские Переговоры Поехать в Минск И мы готовы К освобождению наших ребят Для нас вопрос Даже не дней А часов Как их забрать Где их забрать Мы это все знаем Вы можете рассказать Как конкретно Происходят обмены Я слышал что вы только вчера Оттуда Ну насколько Да Мы вчера забрали Журналиста Была проведена Спецоперация Не было обмена Мы его освободили Учитывая угрозу Того что вы в понедельник Должны были арестовать В Донецке Была создана спецгруппа Которая выехала туда Были привезены Специальные документы И мы готовили Его выезд Он выехал под легендой Вместе с женой С детками Под чужим именем Но я не могу всего говорить Слава Богу Что мы его забрали Там же Зашли под Донецк Перед этим Выходили на нулевой блокпост Передали Знаете Сейчас Все готовятся к праздникам И когда мы заходим туда Мы видим наших ребят На блокпостах Солдат Мы им передали От киевских школьников По-моему С 92-й школы Школы подарки А потом пошли За нашим парнем За вашим коллегой За журналистом И забрали его Прямо в Весеноватом На территорию Уже нейтральной Близкой к Донецку В пригороде И вывели его И слава Богу Он уже в Киеве История удивительная Действительно Спецоперации Самое главное Что не было обмена Мы говорим о том Что мы готовимся К большому обмену И сейчас Нет официальных обменов Потому что Мы держим слово И хотим забрать всех ребят Поэтому Освобождение Каждое Дорогого стоит Слава Богу Мы забрали всю семью вчера Подождите То есть Вот именно схема Всех на всех Как она тормозит Сейчас процесс Вы знаете Нет никакого торможения То есть Накапливается Большое количество людей Которых мы будем отдавать И соответственно Будем забирать Точно так же Большое количество людей Нам пообещала Та сторона Самое главное Переговор Привели к тому Что мы будем забирать Большую группу людей Это будут сотни ребят Потому что Даже Те группы Которые мы забирали 1 ноября Допустим 25 человек Это все равно Не так много Как их там находится Юрий Простите А вот вы говорите Нам пообещала Та сторона Означает ли это Что вы напрямую С ними ведете Переговоры Ну знаете Знаменитый принцип Что с террористами Переговоры не ведутся Или есть исключения Вы знаете В любом случае В любом случае Они по сути Ведут враждебные действия По отношению к нам И действительно На рубежах Идет война Наши ребята Защищают родину Но я напомню Тем кто Смотрит нас Что кроме Пятого пункта Который говорит О том Что нужно поменять Всех на всех И мы уже С конца лета Этим И пытаемся Заниматься Более того Самыми Исполнительными Скажем так Переговорщиками Или теми Кто исполняет Пятый пункт Являются Их полевые командиры Которые дают Все кто у них есть Когда нам Удаётся с ними Договориться Тут же Ситуация такая Что Вот эти Освобождения Которые мы готовим Без этого нельзя То есть мы всё равно Должны с ними договариваться И мы можем У меня очень простой вопрос Который я вашим коллеге задавал Тоже мы вот только что Разговаривали Я пытаюсь просто разобраться Наверняка Людям тоже интересно Служба безопасности На этой неделе Сообщают О задержании Заливов здесь На территории Украины В том числе в Киеве Магазин Глобус В том числе в Одессе Сегодняшние сообщения Неужели этих людей Тоже поменяют Или вот как бы Там интернет уже Фейсбук Социальные сети Плодятся версиями О том что Ну как бы Это просто всё Игры Это просто Как бы невинные люди Кого-то захватили Специально Чтобы была масса людей Которых потом можно обменять Я внимательно Смотрел выступление На пресс-конференции Путина И он Обратил внимание На то что мы делаем Сказав О двух фактах В которых мы Непосредственно участвовали Он рассказывал О той претензии Которую предъявляют Так называемые Самопровозглашённые Республики ДНР И ЛНР Что якобы Мы хватаем Ну мы Украина Хватаем в Херсоне Или в Мелитополе Людей И потом их Вывозим как мусор Туда Это неправда Знаете Когда едет Женщина на велосипеде У неё несколько телефонов И она в руках Держит карту Укрепрайон Понятно что Она непростая женщина И не едет туда Собирать картошку Второй момент Он рассказывал Историю про 30 человек Которых Мы якобы Не освободили И не поменяли На наших ребят В самом деле Это наша группа Которую мы готовили С середины ноября Мы были ещё С середины ноября Готовы эту группу Освободить И забрать своих ребят Но именно Та сторона Сказала Что они не готовы Этого делать Мы внимательно За этим смотрим Более того Те люди Которых задерживают Вот здесь они нарушают закон И нарушают закон Связанный как раз Со стороны ДНР ЛНР Защищая их интересы Хорошо Но если эти люди виновны То не случится ли так Что их обменяют И потом они опять сюда вернутся Там с новыми документами Знаете Дело военных Защищать родину Наше дело Проводить переговоры Выходить туда Мы рискуем жизнью Когда туда заходим И забирать наших ребят Мы убийц не отдаём Законно их выводят И нам помогает В этом генеральная прокуратура Я благодарю их За то что они очень быстро Всё это делают Законно СБУ И Министерство обороны Которые нам готовят Коридоры Это в общем-то Важный процесс Начиная от поиска Заканчивая непосредственно С реабилитацией Связанной Наших ребят Которых мы забираем И когда мы туда заходим Мы передаём Тех людей Которые изъявили желание Туда возвращаться Или идти Эти все люди Они нарушали закон Есть несколько статей По которым мы их задерживали И эти люди Непосредственно участвовали В действиях Которые были связаны С созданием Или защитой Этих самопровознавших Ну спасибо за пояснение Вот на самом деле Это я хотел от вас услышать Многим зрителям Наверняка важно Что мы убийц не отдаём Мы не ну как бы Обмен всех на всех Не означает Что туда будут Люди Которые совершили Тешкие преступления Спасибо большое Что были на студии Спасибо за вашу работу До свидания Продолжим Ситуацию в тех районах Донбасса Которые уже освобождены Украинской армией Видел наш корреспондент Ну можно сказать уже Военкор Руслан Смещук Там ещё только Налаживается нормальная жизнь Не бросить Ключевое понятие Не оставить умирать За полгода войны Здесь На освобождённом Донбассе Все стали Чуть-чуть Человечнее Дебальцево Это передовая Одна из самых Горячих зон АТО Вот именно здесь Мы столкнулись С пронзительной историей Человеческой чёрствости И человеческой Самоотверженности Это Валентина Она спасает Брошенных животных Постоянно подкидывают Маленьких Вот таких совсем Маленьких котят Но я не могу оставить Потому что Это тот же самый ребёнок Он не найдёт себе Как до утра Он не выживет Людмила из Авдеевки Бросить и так Брошенных Не смогла Полчаса сюда Полчаса обратно Идёшь и думаешь А вдруг начнут стрелять И идёшь и думаешь А куда же можно забежать Чтоб спрятаться Или где-то упасть Или где-то Кому-то во двор забежать Это постоянно было мысли Сейчас у Валентины 20 собак И 15 котов Ещё 20 котов погибли Голод Это как горе Один за одним Они умирали Да, были перебои с деньгами И у них началась Какая-то болезнь Ведь врачей нет Их высушивало До кости высушивает Вот я до сих пор Ну как, ещё не выяснила Что это такое Сухие, будто прозрачные старики Некоторые даже не понимают Что на дворе война А многие и понимать не хотят Похоронила сына Часть Хорош Мужа Я уже отжитый человек Что на страшном Валентина живёт бедно Стесняется этого И просит не снимать в доме Почти все деньги Тратит на животных Часто я заработаю Я врачу 25-й кастрюля И готовлю Весь из света Бывало такое А что и мины Летают бомбы Я всё равно не ухожу В отрыве Потому что мне надо покормить Тогда же тяжёлые Бомбы Без света, воды В постоянном страхе Старики могут рассчитывать Только на добрые сердца И самоотверженность Сотрудников дома престарелых Пришлось нам построить печку Вот это наша красавица Которая нас выручила Всё лето А до того мы хотели По улице По домам готовили кушать Потому что другого выхода Не было Людей кормить надо Три раза в день Валентина пыталась Не помогать Отворачиваться Самой есть нечего Думаю Ну Ну пойду Ну сколько же можно Бывает что так Ну прошла мимо Пришла домой Душа болит Аппетита нет Какое там кушать Пошла забрала этого котёнка Всё он у меня уже дома У меня душа спокойная Я могу чай попить и покушать Софье Ивановне 102 года Она вспоминает в деталях Тяжёлое советское время Память у бабушки Софьи избирательная Защитная реакция О войне на Донбассе Она ничего не говорит Кроме того Что родные Не приехали навестить Я одна жить не могу Здесь неплохо Племянник Один в Орле Один в Белоруссии Они ко мне каждый год приезжали Каждый год А этот год не были Ну Побаялись Вид такой не должен быть у животных Мне очень стыдно Но я в этом не виновата Я не могу осилить Валентина тоже не может одна 25 живых душ вокруг Дают надежду Вместе они точно выживут Всё Сложится Будет хорошо Я так думаю А как остальное Ну нам должно быть хорошо Руслан Смещук Вадим Римун Подробности недели Телеканал Интер Резинспикер парламента Грузии Георгий Барамидзе У нас в студии Вечер добрый Спасибо большое Что приехали Вы знаете Я хотел начать наш разговор С событийного С того что сегодня произошло Я знаю что в Грузии протесты Я знаю что в Грузии И в прессе шумят И люди шумят По поводу вот тех Ну скажу честно Как мне показалось Антиукраинских заявлений Которые были сделаны Что вам известно Как вы это оцениваете Да Мне стыдно За наше правительство Общественно Собратилось к ним Захоронить Солдата Который погиб Здесь в Суни-АТО Кстати С кем я знакомился Несколько дней тому назад Будучи на передовой Грузинский солдат Да Грузинский И вместе с украинцем Он погиб Его Вчера Перевезли Его тело И В ответ на это Они сказали Что Вся ответственность На Гибель За гибель Этого солдата Александра Григолашвили Лежит на предыдущую власть То есть На нашу власть Команды Президента Саакашвили Что Мол Они были Ведены Заблуждение И за это Он Воюет В Украине То есть Это предательство Против Грузии Потому что Всем ясно Что Этот фронт На востоке Украины Это не только фронт украинцев Это фронт и грузин И молдаван Особенно всех тех Кто живет Восточной Европе Георгий Мы видели в прессе заявления Немецких официальных лиц Почему так происходит Ну К счастью Скорее всего Это уже Больше исключения Чем правило Потому что Мы знаем Что уже Евросоюз Установил санкции Всем ясно Что Путин Не остановится До тех пор Пока его не остановят И не заставят Остановиться Вот именно эти санкции И еще жестче санкции А также Военная помощь Украине А также финансовая помощь Украине Чтобы не только На фронте Шли дела Хорошо А в первую очередь Чтобы в Киеве В плане Реформ Тех реформ Которые Собираются проводить Президент И премьер-министр И большинство парламента Они шли успешно Как вы Как в Грузии Относится к тому Что реформы в Украине Будут собственно говоря Во многом делать грузины Министр здравоохранения Экос Гуладзе Первый заместитель Министра внутренних дел Что касается их Они очень опытные Они Мои друзья Коллеги Которые делали Эти реформы Конечно Эти реформы Не проходили За 1-2 года Это все Была Череда реформ И Александр Квиташвили Как раз Делал свое дело Для того Чтобы потом В конце Мы получили Тот результат Который мы сейчас Получили Что в Грузии Есть Вновь построенные Частным сектором Не государством Госпиталя Нового Европейского Стандарта Есть страховая медицина А что касается полиции Я уже говорил И все знают О чуде Грузинской полиции Которые сейчас Кстати Вместе с армией И православной церковью Имеют Больше 90% Симпатии Народа И рейтинга То есть Это уже Сам по себе Говорит О успехе Этих реформ Поэтому Мы готовы Помочь В первую очередь Скажу Самим себе Помогая Украине Выиграть Эту битву Под названием Антикоррупционные Реформы И в целом Становление Нового украинского Государства Мы помогаем Себе Грузии Потому что Без Украины Не будет у нас будущего Спасибо большое Дай Бог властям И в Брюсселе В Вашингтоне Вашего общежития И вашей поддержки Украине Перемоги вам Спасибо Рекордное падение рубля Потянет ли оно И гривну за собой Бюджет страны И почему Главный финансовый документ То заносят в парламент То экстренно забирают оттуда И почему на этой неделе Люди все чаще выходят На акции протеста Обо всем этом Во второй части программы Ровно через 12 минут Субтитры сделал DimaTorzok Вечер добрый Курс черного рынка Где уже просят Около 20 гривен за доллар Ну и даже валютные спекулянты Которые ни один кризис помнят Не берутся спрогнозировать Какой курс будет дальше Если бы были у них такие Табло Что пришлось бы Выставлять завтра И послезавтра Ну куда уж Нацбанку Но в России вообще Начало недели Стало черным Черный понедельник Черный вторник Рубль упал Упал так низко Как никогда еще не падал Во всей своей истории О том как это восприняли В белокаменной Наш московский сапкор Данил Русаков Он прямо сейчас На связи Данил Мы тут тебя конечно В редакции сочувствуем А как в самой России Восприняли происходящее Данил В течение всей этой недели Происходило нечто такое Чего россияне не видели Аж с 98 года Тогда был дефолт И курс доллара с 5 рублей Резко достиг отметки в 30 То как обесценилась Национальная валюта Сейчас некоторые в шутку Сравнивают с финансовым Кризисом в Зимбабве Я напомню Несколько лет назад Местный доллар Упал настолько Что Центробанк Африканской страны Выпустил купюры Номиналом В 1 секселярд И 3 лиар После чего Национальную валюту Похоронили Для стабилизации Курса рубля Российское правительство По некоторым данным Потратило 4 годовых Бюджета Иркутской области И то по словам Экономистов Деревянный снизился Ненадолго В белокаменной Золото Валютные резервы Пока есть И возможность Для маневра У власти Еще остается Однако Показатели В 110 рублей за евро В среду Были и такие Посеяли настоящую панику Люди кинулись в банки Скупать валюту В ней же они собираются Хранить свои собственные сбережения Нету много денег Лучше их держать поближе К себе Да Ну дома Кто где Кто в саду Кто в огороде Он непредсказуемый Можно так сказать Сейчас он высокий Потом раз низкий Потом опять высокий Как бы у вас квартирами Получилось то что Ипотеку взяли Вдвойне сейчас Больше будут отдавать Вот как выглядит сейчас Показатель обмена валют В разных пунктах Москвы Уже можно сделать вывод Даже после вливания Денежных средств На поддержание курса Рубль все равно Обесценился в два раза И это только начало Это экономика обречена Это бандитская Воровская экономика И никакого Ну можно совершать там Меньше ошибок Больше растягивать Агонию Продолжать Но и Изменить Суть Движения к краху Невозможно Для этого надо снимать Политическую верхушку Да это даже не Политическая верхушка Они Сами все действующие Экономические игроки Путин Действующий Миллиардер Бизнесмен И все его Непосредственное окружение Просто только уход Все это Боровской власти Главный экономический Телеканал страны РБК Уже выпустил Саркастический ролик Речь идет О новостях Которые якобы Выходят в эфир В декабре 2015 Из материала Следует Шойгу Министр экономики Амнистированный Экс-министр Обороны Сердюков Глава Газпрома А его Предположительная Любовница Евгения Васильева Руководит Счетной палатой Минфин запретил Публикацию графиков Курса рубля В прямом изображении Отныне их можно показывать В средствах массовой информации Лишь перевернутыми Таким образом Чтобы кривая шла Только вверх Теперь он выглядит Вот так И таким образом На сегодняшних торгах Доллар продолжил Стремительное падение Курс американской валюты Снизился сразу На 0,03 копейки Усиление кризиса Многие экономисты Прогнозируют На начало нового года Золотовалютные запасы Ведь не вечные А тут еще и санкции Дима Спасибо Данилу Русаков Мой коллега Чей бумажник На этой неделе похудел Как и у всех россиян Обсудим эту ситуацию Прямо сейчас У нас на связи Гости из двух столиц Из столицы российской Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов Из одной из мировых финансовых Столицы из Нью-Йорка Известный предприниматель Слава Рабинович Господа добрый вечер Я начну с главного вопроса К вам обоим Вот скажите В Европе уже начали обсуждать Возможный крах Российской экономики Я смотрю У меня распечатали Есть заявление Борозу Есть заявление Австрийского канцлера Главы датского МИД Скажите А вот это адекватная оценка Россия действительно на грани краха Или ситуация не настолько плоха Слава, как вы думаете? Здравствуйте, Дмитрий Я думаю Это адекватная оценка И даже более чем Если у кого-то такой оценки нет Они ничего не понимают Ни в мировых финансах Ни в мировой экономике Я работаю на международных Финансовых рынках уже 20 лет Я прошел через огромное количество Разных экономических циклов Разных финансовых циклов Россия никогда не находилась В такой ситуации В которой она находится сейчас Тот финансовый Как мы говорим В финансах Мелдаун То есть коллапс Который уже происходит Он профильтруется В реальную экономику В течение следующих 3-4 месяцев И наступит точно такой же Мелдаун Точно такой же коллапс В России экономике В реальной экономике Михаил, скажите А вы тоже считаете Как и Слава Что страна катится в пропоть? Какова ваша оценка? Конечно Не будет никакого обвала Единовременного Завтра, послезавтра Но в течение года Двух максимум Конечно Эти негативные тенденции Будут отдавать о себе знать И экономика Де-факто уже не работает Вопрос Жизнеспособности Финансовой системы Которая пока Финансовой системы Хорошо, смотрите Но вот Наши зрители Которые следят За падением рубля Вряд ли Кто-то сильно радуется Что тому соседа плохо Все думают о том Что падает не только рубль Падает гривна У меня главный вопрос К вам обоим А вот насколько связаны Эти процессы Может ли падение гривны Последовать за падением рубля Вот как вообще Проблемы в российской экономике Влияют на экономику украинскую Насколько мы теперь взаимосвязаны Слава, как вы думаете? Я думаю, влияют Очень сильным образом Россия и Украина Являются традиционно Достаточно большими Взаимными торговыми партнерами Второй фактор Который влияет На курс гривны Это, конечно же Финансы самой Украины Украина на данный момент Является Ну, скажем так Страной Подошедшей вплотную К банкротству Ну, конечно Гривна, конечно Имеет связь с российским рублем Так что Огромный объем торгов Существует между Украиной и Россией Безусловно, если эти товары Украинские покупаются В меньшем объеме То, безусловно Проблемы эти будут возникать Я не говорю, что Рубль является, так сказать, Причиной Сильного ослабления Гривны Ее неусловчивостью Но влияние Безусловно, эти процессы Внутри российские процессы Экономические финансы Оказывают На гривну Хорошо, у меня тогда последний вопрос Вот ваша оценка Россия может Может ли себе Россия До сих пор позволить Платить за войну Или западные санкции Уже настолько сильно Повлияли на Кремль Что война Фактически остановится Что дальше нас Вот из-за этого Финансового давления Из-за финансовых проблем Ждет Откат к миру Михаил Ситуация пока не выглядит так Что завтра будет мир полный И так далее По крайней мере По риторике Путина и его оборужения Не видно и не слышно Что они уже готовы к миру Дело в том Что то, что может Позволить себе Россия Это не роднозначно То, что может Позволить себе Путин Но война может Продолжать финансироваться Только из-за того Что Путин хочет Продолжать Дестабилизировать Украину Чтобы показать Что ни Майдан Ни революция Ни вот этот Так называемый Как они говорят Режим в Киеве Не способны Улучшить ситуацию Украине А на самом деле Просто Путин Дестабилизирует Это его единственная цель Спасибо большое Что присоединились Нам важно было вас услышать В этой студии Часто бывают Украинские политики Вот сейчас Два свежих И авторитетных мнения Из Нью-Йорка И из Москвы Спасибо И кто в полной мере Ощутил на себе Всю прелесть Ну скажем так Ситуации Так это крымчане В социальных сетях В эти дни Публиковали фотографии Пустые полки Люди бросились в магазины Скупиться Пока не поздно Но ценники Меняли просто у них На глазах О том как это было Наш крымский сапкор Юлия Крючкова Она сейчас с нами На прямой связи Юль Вечер добрый А скажи Ты и твоя семья Вы тоже на себе Ощутили это Мгновенное подорожание К сожалению Да Дмитрий Слишком уж много Пришлось пережить Крымчанам За эту неделю На два дня Пятницу и субботу Полуостров Практически погрузился Во тьму Периодически пропадала И мобильная связь Что происходит И когда это закончится Не могли объяснить Даже в Крымэнерго Аварийное отключение Таким был ответ Но это еще не предел Сегодня стало известно Что свет В Севастополе И Крыму Будут выключать По 8 часов В сутки Графики отключений Уже обнародовали Мы до последнего Не знали Сможем мы сегодня Выйти в эфир И будет ли связь У нас с вами Ну вот пока Электричество есть Расскажу Почему еще у крымчан Отнюдь Не новогоднее настроение В магазинах Бытовой техники Ажиотаж Ценники меняются Каждый день В зависимости от ставки Центробанка Крымчане Что ждали Предновогодних скидок Теперь сметают С полок все Лишь бы снова Не подорожало Двухкамерный холодильник Например Что еще в начале Недели стоил 21 тысячу рублей Теперь стоит За 32 За несколько суток Скачок В 10 тысяч Это больше Чем прожиточный Минимум На полуострове Который составляет Который составляет Около 6 тысяч рублей Примерно 1400 гривен Насколько конкретно Не знаю Но видно Заметно Что подросли И продолжают Расти Неделю назад Были по городу Ходили Цены были ниже Так что Значит Из-за доллара Изменения пошли Пожалели Что раньше Не взяли Было дешевле Сейчас что-то такое И радушия мало Смотрю Продавцов Да Даже пакеты Раньше Давали бесплатно Сейчас все это За денежки надо покупать Так что Новый год такой Как бы скажем Нерадостный наступает Существенно подорожали Из строя материалы На Керченской переправе Снова большие очереди Свыше 600 автомобилей По последним данным В проливе гушует непогода А иного способа доставки товаров С материка просто нет Самолетами Гвозди и ламинат Вести накладно Подорожали И существенно даже подорожали Сколько? Ну процентов на 30-40 точно Все подорожало Начиная от гвоздя И заканчивая Не знаю чем Милей Не всем А пока жители полуострова Готовятся к следующему Витку подорожания Да, однозначно Последнего года Думаю проценты 15-20 Еще подорожают Именно лес Да, именно лес Юль, была информация Что крымчане бросились Менять валюту Мол даже украинские гривны Из обменников вымели По крайней мере Вот в соцсетях писали Это правда? Дмитрий, ну вот Валютного ажиотажа В Крыму нет Менять просто нечего Люди едва сводят Концы с концами А в наличии есть Доллары и евро? Да, да, да Ограничения есть По покупке? Да нет Вроде бы Цены старые только на продукты Но это пока Магазинные запасы В Крыму за несколько дней съедят А новый товар Из-за обвала рубля Уже придет По новым ценам Прогнозируемое подорожание Тоже порядка 30% Так что в новый год Крымчане шагнут С сильно затянутыми поясами Вчера еще вступили в силу Санкции Евросоюза Против Крыма Европейские базирующиеся В Европе компании Теперь не смогут Приобретать собственность В Крыму Финансировать крымские компании Или оказывать им Соответствующие услуги Туроператоров Из стран ЕС Отныне запрещено Предлагать туристические услуги В Крыму или Севастополе Кроме того Круизные корабли Из Европы Не смогут За исключением Экстренных случаев Заходить в порты Крыма Блокада полуострова Усиливается Также и официальный Вашингтон Вводит новые ограничительные меры Против Крыма Запрещается Воз на территорию США Любых товаров Услуг Или технологий Из Крыма Кроме того Запрещается Вывоз Реэкспорт Продажа И поставка Товаров Услуг И технологий Из США В Крым Дмитрий Спасибо Ну вот такая она Крымская мечта И крымская реальность Юлия Крючкова была с нами На прямой связи А я хочу об еще одной Крымской теме сказать О ней редко вспоминают В Киеве Финансовые и политические события Затмевают вот обычные Человеческие истории Истории четырех тысяч Четырех детей Сирот И детей без опеки Которые остались в Крыму Лариса Задорожная Разбиралась в том А есть ли шанс У крымских детей Обрести украинских родителей Очередной поезд Отправляется с московского вокзала Конечная остановка Симферополь Едем смотреть Знат Помнится Этот поезд Российские СМИ Окрестили поездом надежды В надежде на усыновление Крымских детей Десятки российских семей Купили заветный билет До Симферополя Мечта российского усыновителя Это блондинка с голубыми глазами До трех лет Папа профессор Мама балерина Свидетельствие о рождении Украинца Которых сделали россиянами Их в общем Никто и не спрашивал Фактически они остаются в заложниках У детей никто не спрашивал Гражданами какой страны Они хотят или не хотят быть Эти дети по умолчанию По рождению Есть гражданами Украины Поезд российской надежды Увез уже 37 детей Без всякой надежды Узнать их фамилии Письменные распоряжения Не предоставлять Киеву Никакой информации Симферополь Детский дом На камеру Сотрудники говорить Категорически отказываются Как будто стыдятся Чего-то Ну а процесс у вас идет Идет Входят По направлению У многих из этих малышей Был шанс сказать Мама и папа Своим украинским родителям Но едва познакомив их Разлучили Геополитические амбиции И дыры в законодательстве Первая ситуация Когда ребенок находился В контакте Уже Установление контакта С семьей И вторая ситуация Когда уже дело Было передано В суд Но к сожалению Ни в одном Ни в другом случае Эти дети В семью Украинские граждане Не попали Вот он Ответ России На ноту протеста Украинского МИДа В Крыму законы Российские А значит Распространяется И запрет Усыновления Иностранцами Это страны В которых Узаконены Гомосексуальные браки С текущего года Детей на усыновление В оперику Мы отдавать Естественно Не будем Иностранцы Часто усыновляют Тяжелобольных детей ДЦП или ВИЧ Для них не приговор А особенность организма Теперь такие малыши Рискуют навсегда Остаться В специнтернате В российских детских домах Практически не берут Детей С тяжелыми диагнозами Которых могли бы взять Граждане Америки И большинство просто Диагнозов Иногда в Российской Федерации Не лечатся Украинскому правительству Нужно было сразу же Как только в Крыму Началась оккупация Спасти детей из приютов Количество россиян Которые усыновляют И потом возвращают Ребенка в приют Ужасающе Это ужасно Быть сиротой в России Всего три абзаца О судьбе Четырех тысяч детей Сирот Которые остались в Крыму Это и весь ответ Министерства юстиции На наш вопрос Что собирается Делать государство Чтобы защитить Этих детей По сути Отписка парадоксальна Но Министерство социальной политики На этой неделе Тоже не нашло времени Чтобы рассказать О судьбе Маленьких Граждан Украины Понятно одно Отдельного иска В Европейский суд По правам человека По детям из Крыма Нет Сироты Всего лишь маленький пункт В общем деле Украины Против России Этим четверым сказочно повезло Валик Максим Адам И Илья Сирот успела Вывести на материк Приемная семья Которые воспитывались Когда в феврале Началось Вот это Зеленые человечки Вот Уже Как было Недоверие Какое положение В России С приемными детьми Понимаете Мы всего этого не знали Вот тут братья Потом И вот тут мы Вальтом ложимся Вот так Они и живут Теперь вдалеке от моря В 100 километрах От Киева А вот что вы понимаете Почему вы переехали Вот что вы Потому что Потому что Война началась Маленькая Двухкомнатная квартира Вместо большого дома В саках Наталья позвонила В дом малютки Предупредить Дети в целости И сохранности Ответ Ошеломил Я позвонила В нашу службу Что вот так и так Мы переехали Мы С территории На территорию Украины Переехали Я не ожидала Этой реакции Вы что Куда В Киевскую область Украина Варта того Чтоб за ней боротися Еще одна Приемная семья Мать попросилась Изменить имя И не показывать лицо Все еще боится Уехала из Крыма Вместе с четырьмя детьми Со временем Наверное бы Я разлучилась Со своими детьми Я бы являлась Гражданином Украины А дети являлись бы Гражданами России Две тесных комнаты В общежитии На шесть человек Это и все Что смогла Предоставить Украина Семьми с приемными Детьми Которые выехали Из Крыма На материю Причем За это невзрачное Живье Семья должна Платить Из собственного кармана Пройдет время И Бог покажет Что все было Только к лучшему Колоссовская надпись Прямо при входе Несмотря на сложности Они не привыкли Плакать До сих пор Маленький у меня ребенок Говорит Анашка А мы приедем Домой в Крым И Святого Николая И Деда Мороза И правительство Украины Они просят Только об одном Будем просить Чтобы вернуться в Крым Проблемы вот таких детей Объясняют недостатком средств В бюджете На этой неделе Только и разговоров было О главном финансовом документе страны Прессе удалось раздобыть Скандальные предложения Министерства финансов Сократить Урезать Отменить Но все все равно ждали Когда появится Официальный документ Официальная бумага А его то присылали В парламент То отзывали Оказалось Что проект бюджета Многие народные депутаты Которым голосовать за него До сих пор в глаза не видели Ну а те кто читал Хотя бы один из вариантов На этой неделе Приходить в нашу студию Не захотели Сказали мол Примут бюджет Тогда и будем комментировать Так сказали нам Многие чиновники Из правительства Ну и по сути Единственный Кто на этой неделе Охотно комментирует бюджет Оппозиция И по поводу бюджета Далее детальнее поговорим У нас на связи Лидер парламентской фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко Добрый вечер Добрый вечер Юрий Анатольевич У меня очень простой вопрос Вот скажите Что происходит сейчас с бюджетом Его то представили в парламенте То экстренно отозвали То сказали Что он будет показан в пятницу То теперь говорят Что в понедельник Вторник следующей недели А что происходит на самом деле В чем причина этой неразберихи Основная причина в том Что бюджет очень проблемный А что касается социальной политики Там конкретное Уменьшение Обрезание Замораживание И мы видим что пострадают От вот этих всех действий Наиболее социально незащищенные люди В первую очередь конечно пенсионеры Трудно представить себе Вот пункт который там есть О том что не будет индексированы пенсии Я хочу напомнить что из 13,5 миллионов пенсионеров 70% живет на пенсию в 1500 гривен И в условиях галлопирующего роста цен Отсутствие индексации пенсии Это прямой путь к нищете пенсионеров И вот такие скандальные пункты Они безусловно являются Тормозом для того Чтобы окончательно проект бюджета Был внесен Я вас правильно понял Что бюджет все время корректирует Вот просто на ходу Ну пытается корректировать Потому что понимает Что слишком Большие проблемы будут возникнуть Поскольку очень много людей Затраивается В социальном плане Лишается практически средств существования На мой взгляд Есть просто опасения Что будет социальный взрыв Давайте прямо Оппозиция будет голосовать за бюджет? Вы как-то участвуете В его подготовке и обсуждении? Нет Оппозицию лишили такой возможности Более того И парламентариям пока еще Проект бюджета не показали Из того проекта Который мы знаем Мы за него естественно Голосовать не будем Потому что считаем Что урезание социальных статей Это как раз последний путь Который надо делать Когда исчерпали все механизмы И все методы Для того Чтобы наполнить бюджет Бюджет написан Под диктовку Международного валютного фонда Мы это видим Чувствуется Что миссия поработала В отношении Урезания социальных Статей Тем не менее Реальная поддержка экономики В бюджете не видна Хорошо Но по поводу этого бюджета Вот сами авторы говорят Что это бюджет реформ Как бы вы его назвали? Мне кажется Что это бюджет войны С собственным населением Потому что Очень много людей Пострадает После принятия Этого бюджета И хочу сказать сразу Что мы Знаем Каким образом Можно наполнить Бюджет Без Вот таких вот Драконовских мер Подождите Подождите Вот это важно Как раз Вы можете прямо сейчас Сказать А как конкретно Это сделать Как именно? Ну Вы знаете Мы видим Когда в стране Идет война И тем не менее Контрабандой Заводится бензин О чем мы Неоднократно говорили И в том числе Есть трибуны Верховной Рады И это один из Реальных Механизмов Наполнения бюджета Который уходит От внимания Правоохранительных органов И еще можно Привести массу Примеров Подобного же рода То конечно Вот эти аргументы Они не работают Сначала Наведите порядок Тем более Когда идет Воинский конфликт К сожалению По самому чувствительному Сегодня для страны Вопросу Вопросу Урегулирования Воинского конфликта Мы также видим Что нет согласия Высших ошелонах власти Ну как можно Когда президент Страны Говорит о том Что анонсирует Мирные переговоры Урегулирования конфликта С участием лидеров Других стран В то же время И настроен На мирное Урегулирование Дипломатическое Урегулирование конфликта В то же время Секретарь Совета национальной Безопасности Объявляет о том Что мы должны Действовать только Военными действиями И только Настраивать на военную Вариант решения Конфликта То есть Вот эта неразбериха Она является Очень Негативной Поскольку Это касается Одного из самых Чувствительных вопросов Для нашей страны С другой стороны Это имидж нашей страны Во внешнем мире Когда Лидеры страны Говорят Разные вещи Разновектор Она высказывается Это свидетельствует О том Что нет единой политики И нет единого подхода К ключевым моментам Которые Чрезвычайно важны Для нас Есть еще один вопрос Вопрос болезненный Ключевой Как вы говорите Болезненный Для наших зрителей Что происходит С веерными отключениями Вот я вас Как специалиста По энергетике Хочу спросить Почему проблема Приобрела такой масштаб Сегодня Уже нормой Становится Верное отключение По всей стране Когда города И села По 5-6 часов Находятся без света Причем Это у нас еще Морозов не было Это только начало зимы Разумеется Есть Есть возможность Формировать топливный баланс Таким образом Чтобы не было отключений Для этого Надо не покупать Втридорого Уголь Из Южной Африки А запустить Те шахты Которые находятся У нас На нашей территории Которые могут сегодня Дать 2-3 миллиона тонн угля Которые так необходимы стране Но для этого Надо прекратить вранье И честно говорить людям Что был непрофессионализм К сожалению Он и продолжается В этой отрасли И надо устранять Уже в чрезвычайном порядке Устранять те моменты Которые допустили В течение лета А я не очень понял А что именно летом Было не так сделано Была возможность Что-то предотвратить Предупредить еще тогда Да нет Это комплекс проблем Которые возник Как раз вот этим летом Это с одной стороны И отношения С Российской Федерацией И отсутствие Понятного баланса По газу Это шарах Они стороны в сторону По углю Когда то там Закупаем за границей То не закупаем За границей А хотя у нас Простаивают шахты На нашей территории То есть это комплекс Таких непрофессиональных мер Которые и привели К сегодняшней ситуации Юрий Анатольевич У нас время заканчивается Наверное последний вопрос Вот вы же понимаете Что несмотря на весь этот шквал критики Бюджет все равно будет принят Коалиция не может не проголосовать Вы же явно с коллегами Которые представляют коалицию И общаются в парламенте А у них-то какое настроение Что они говорят Я просто хочу спросить Мажоритарщиков Даже из правящей коалиции Как они будут объяснять Своим избирателям На кругах Что пенсионерам Не будет индексирована пенсия Вот 1500 гривен В условиях Когда Галопом растут цены Как проживет пенсионер На эту пенсию Если ее не повышать Как будет Они объяснять Работникам Учителям Что закроется 400 школ По стране Что примерно 10% учителей Будет сокращено Что не будет Повышения зарплаты Учителям У которых сегодня Средняя зарплата От 200-200 500 И точно так же Работникам Медицины Как они будут Все это объяснять Людям Вот мы естественно Не будем голосовать За этот драконовский Вариант бюджета Но я хочу И посмотреть На тех Кто проголосует И как они Появятся у себя На округах И будут рассказывать Что вам придется Терпеть А сами при этом Терпеть Они не будут Они будут В тепле В теплых кабинетах С принципе Нормальной зарплатой И вот своим решением Они к сожалению Будут обрекать Людей на нищету Поэтому мы будем Естественно Голосовать против Будем на этом Ставить точку Спасибо за разговор Спасибо что присоединились К нам Все осень прошла В постоянных опасениях Что накопившееся у людей Недовольство Оно выльется Выльется на улице И вот на уходящей неделе Мы с вами увидели Первые митинги Ведь еще даже Не принят бюджет Где планируют Грандиозные сокращения Социальных выплат И вот обратите внимание Майдан нас с вами изменил Люди не верят обещаниям И люди сейчас действуют Очень решительно Ну к примеру Вот сразу перекрывали дороги И не где-нибудь А просто возле кабмина Движение около здания правительства Перекрывали транспортники Мол терпеть больше Не собираются Ведь им задолжали зарплату За три месяца Платили Ну представьте По 100-200 гривен Раз в две недели Долгов Собиралось аж на 93 миллиона гривен В знак протеста Столичные водители трамваев Даже на работу не вышли И транспортного коллапса В Киеве удалось избежать Только потому что Власти экстренно Выпускали на линии Дополнительный транспорт Чуть раньше Грушевского перекрывали Те кто взял жилье в кредит И теперь не в состоянии Платить по долгам Из-за выросшего курса Это так называемый Финансовый майдан Вот вы видите эти кадры Люди настроены Очень решительно Есть даже те кто Шины под парламент приносил Они брали кредиты Когда доллар был еще по 5 И теперь Когда он вырос уже До отметки 20 А то и больше Не смогут рассчитаться с долгами Даже если свои квартиры продадут Стоимость которых выплатили Выплатили уже несколько раз Ну в общем-то Хватало и других акций Вот вы видите Вкладчики на этой неделе Штормовали главный офис Своего банка Мол иначе как в мегафон До тех кто не отдает им депозиты Не докричаться Ну а студенты Студенты накануне Перепрыгивали через турникеты В метро Предупредительная акция Мол платить вдвое дороже 4 гривны вместо 2 Они уже просто не смогут А уже послезавтра Студенты планируют протестовать По всей Украине Против отмены стипендий И подорожания проезда О том что происходит Поговорим прямо сейчас С гостями Я витаю вас Дмитро и Виталий Доброго здоровья Складно вас Ведрязнити Намагатимось И не треба И не треба Вот Я буквально за хвилину До вас повернусь У нас зараз будет Телемист З Миколаева Там Елена Герасимчук Председатель Николаевского областного Профсоюза Работников малого И среднего бизнеса Еднания Елена вы слышите нас Вы с нами Да слышу Спасибо большое Что присоединились Скажите у меня к вам вопрос Хорошо вас слышу Прекрасно Отлично По поводу пенсий Я читал ваши публикации Я читал ваши выступления Я видел ваши выступления В прессе Вы часто говорите о том Что Несправедливо Вот сейчас распределяется бюджет Что касается пенсий Что экономят не там А что вы имеете ввиду? Мы имели ввиду ситуацию Которая сложилась сегодня В экономике страны Государство сегодня Нынешняя власть Сегодня нам предлагает Новые реформы Мы говорим Да Реформы нужны То состояние В котором находится страна Ее надо выводить Реформы Конечно Реформы Не должны быть построены На просто популизме Просто быть Как политическими декларациями Мы говорим о том Что каждая реформа Должна быть основана На нормах права и морали Что такое мораль Для нас в стране Это прежде чем Предлагать реформы Власть должна взять На себя ответственность За тех Кто сегодня Относится к категории Малоимущих Тем людям Которые сегодня Не могут выйти По состоянию здоровья По возрасту Не могут выйти Защитить себя Это первая категория Пенсионеры Инвалиды Дети Что средняя пенсия Где-то у нас 70% пенсионера Получает В мере Полторы тысячи гривен Я думаю Что он очень далек От истины Большая часть Пенсионеров Получает пенсию В расчете Тысячу И тысячу Двести гривен Естественно Если с этой суммы Отнять расходы То практически Человек выжить не может Так зачем же нам Такие реформы Которые нужны Но начинаются Эти реформы За счет человека Труда За счет человека Который сегодня Находится На обеспечении Государства Вот где мораль Государства Где мораль власти Елена У меня короткий вопрос Скажите Мы говорили с вами До эфира Что вы слышали У вас есть данные О том что в пенсионном фонде Есть мертвые души Вот насколько правдива Эта информация Верите ли вы ей Насколько это правда Я хочу вам сказать То что я Цифры которые я могу Отвечать сегодня То что я Право полгода Я занялась Изучением Состояния пенсионной реформы Которая у нас Проходила ранее И сегодня Что необходимо Для наших пенсионеров Потому что Я представляю интересы Малого и среднего бизнеса И к большому сожалению Малые и средние представители Малого и среднего бизнеса Входя на пенсию Больше гарантии Чем минимальная пенсия Иметь не будут Занимаясь этим процессом Тем вопросом полгода Мы изучили всю ситуацию Что мы на сегодня Украине имеем Из 22 миллионов Работоспособного населения Пенсионный фонд Платит только 9 миллионов 8 миллионов людей Сегодня находятся Получая заработную плату И в бюджет Пенсионный фонд Ничего не оплачивает Есть вопрос Это потери Десятки миллионов гривен В год По этим платежам Но при том Что 9 миллионов Работоспособного населения Платят платежи Пенсионный фонд И нужно прокормить Спасибо большое Что присоединились к нам У нас просто время выходит Спасибо Еще одна новость Просто иллюстрация К теме социальных протестов И вот К этой социальной теме О которой мы только что говорили На фоне Грандиозного сокращения Социальных выплат Продолжаются И не менее масштабные Потери от коррупции Я специально взял В студию Свежее зеркало недели Одно из самых Влиятельных И авторитетных Украинских газет Так вот Там есть статья Которая Действительно шокирует Нафтогаз ежегодно теряет Не менее 700 миллионов долларов Из-за серых схем Правящих элит С газом Которые добываются В Украине Потери по нынешнему курсу Если посчитать Это почти 12 миллиардов гривен Для сравнения Всего по социальной сфере За счет скандальных сокращений Правительство Хочется экономить 15 миллиардов А это и на пенсиях И на зарплатах Ну вот такая Информация Большое расследование Зеркало недели Кто хочет Подробнее прочесть Просто может Посмотреть в газете Повертаюсь до наших гостей Брати Капрановы Дякую, что пришли Вы знаете Я прочитал сьогодні В Фейсбуке Я не знаю Коли вы это надрукували Но мне он просто Щиро вражал вас Пост Ваш пост Это Открытый лист До премьера До министров Там Нового министра фінансов Какой был ваш главный меседж Что вы хотели им сказать Вы знаете Нас удивляет Такая вещь Что украинцы Не любят платить податки И это зрозумело Но они охотно Дают гроши на армию Украинцы Ненавидят податки И всех государственных чиновников Но они обожиствляют волонтеров И готовы им допомогать Всему Такая суперечность С одного боку Начебто украинцы Любят Соби гроши А с другого боку Они щедрые люди И они Делятся этими грошами И мы подумали А чому украинцы Не платят податки И зрозумело Что держава просто не уявляет Как вона виглядает В очах украинцев Вот Власне Людина Яка хочет Платить податки Потому что Перше Держава виглядает Рекетиром Потому что Чиновники Всі Більшість чиновників Рекетири Абсолютно беспредельные Які з тобою можуть Зробити все Ти з ними нічого И еще Держава их покриває И не дає тобі З ними Звести рахунки Звести рахунки Новый бюджет Бюджет реформ Бюджет реформ Але дивіться Держава поводиться Як шахрай Є податки И держава Тут же порушує Всі правила Их стягивая Почнемо З авансів По Податку на прибуток По ПДВ Там повний Безпреділ Перша подія Бухгалтери зрозуміють Про що я І головне З січня Місяця Готуються спецрахунки По ПДВ Коли у нас У наших Всіх підприємств Заберуть гроші В розмірі 16% Відобрату Зразу На початку місяця І якщо ти ці Державі Податки вперед Заробив Не заробив Це вже така справа Взагалі Навіть відвантажив Не відвантажив Для того Щоб щось відвантажить Спочатку заплати державі Це призведе до колопсу Бути помітними платниками Своїй районній Державній Податкової інспекції Мінімум Один раз на рік Перевірка З планом стягнення Десь відсотків Від уже сплаченого Ти повинен сплатити Додатково Тому що тебе знає Податкового в обличчя Тому що ти платник І так далі А якщо ти не платиш У тебе нема всіх цих проблем Розумієте Тому українців Значно простіше Не тільки дешевше А і морально легше Працювати в тіні Розраховується готівкою Нікому нічого не платить І ти будеш весь шоколад А якщо на армію То будь ласка Скажіть мені Ваш пост багато людей перепостали Тобто такий суспільний резонанс є Але це ви сподіваєтеся Що уряд почує Що будуть зміни Що ці зміни Той бюджет Який зараз пропонується Що його не голосуватимуть Чи змінять Ми сподіваємося Що найдуться люди Які донесуть у вуха урядовцям І причом чим більше урядовці Противитимуться І не хочуть Щоб почути Тим більше Безпосереднім Будет ця дія Справа в тому Що опосередковано Ми вже діли Дянукович почував кожного Ми вже б намагалися Щоб наш Дянукович почув Довелося б Пояснити йому Грубо кажучи жестами Наша задача Попередити всіх нас Що це буде У нас робота така Ми письменники Ми дивимося трошки вперед І ми говоримо Шановні друзі В січні, в лютому Якщо уряд сьогодні Не змінить От те, що ми сказали І рекет державний І шахрайство державне Щодо нас підприємців А ми видавці То ми підприємці То всі ще в лютому На превеликий жаль Це дуже прикро Але на нас чекає Велетенський вибух Дай Бог, щоб цього не було Дякую, що були в студії Ми маємо завершувати Спасибо огромное, що були з нами Такими були подробності Цей неділи Последнюю програму в цьому году В цьому году Встретимся уже в январі Дякую Дякую Дякую